Уважаемые любители моих небольших роликов, посвященных всяким проблемам эволюции человечества. Сегодня наш ролик, первый день лета, связан с перспективами научных исследований. Для этого нужно, как ни странно, повернуться лицом к наврозной проблеме Европы. Вот представьте себе, такая странная закономерность. Дело в том, что да, действительно, в последнее время нас очень тщательно развлекают по телевизору. Уже программу «Время» смотреть становится интереснее, чем хоккей. Ну или какие-то спортивные соревнования. Ну бегают там мужики с клюшками, ну там, что-то куда-то загоняют. Ну да, конечно. Но когда патриотично играют наши, можно еще посмотреть. Но они часто играют так себе, особенно в футбол. Ну а в хоккей нас давно никуда не пускают, поэтому приходится наблюдать за канадскими развлечениями. Но не в этом дело. Спорт у нас сейчас заменен веселой политикой международной. Ну, во-первых, мы ведем СВО, что бодрит очень многих. Во-вторых, мы на фоне СВО избавляемся от всяких мелких жуликов, которые разбегаются и разбегались. А в-третьих, в мире происходят всякие события, которые очень интересуют людей и зачастую необъяснимы. Ну вот к таким событиям можно отнести бесконечные вопли европейских колхозников по поводу того, что их обижают. И толком никто не знает, как их обижают. Они там требуют дешевого топлива, то снижение налогов, то истребление продуктов, ввозимых из Хохландии. Довольно странно. Раньше как-то не очень возмущались. В чем дело-то? А на самом деле, если присмотреться, то тут как раз есть глубокая связь с научными перспективами. В чем дело? Дело в том, что кого представляют крестьяне-то европейцы? Европейские. Владельцев земли. А кто владельцы земли? Это старая земельная аристократия, которая сформировалась очень давно, некоторые даже до нашей эры, особенно итальянская. Они хорошие ребята, они понимают, чего делать. Так вот эта вся организация всей этой поливания навозом правительства европейских стран – это напоминание земельной аристократии, что нет на свете. И что если эти наемные минагеры полоумные, которые сидят во главе правительства, кстати говоря, очень свинорыльного вида, и во Франции, в Германии, в Бельгии и в других мелких странах, они, значит, требуют напоминания, кто в доме хозяин-то. Они наемные менеджеры, которые немножко взорвались и не понимают своего места. Оно где-то там очень ближе к навозной куче. Вот именно навозную кучу им и привезли поднос. И побросали в них. Потому что человек, который недавно оторвался от выпаса свиней, мало что понимает, кроме свиных фекалий, которые размазывают ему по физиноморде. Таким образом, земельная аристократия напомнила о том, что вот эти все наемные граждане, они никакого отношения к европейской собственности не имеют. Как, впрочем, и мелкие банкирские прохиндеи, которые поставлены той же аристократией на это место. И им было указано на это свое место. Что оно, к сожалению, очень скромное. И никаких вариантов у них на самостоятельное решение нет и быть не может. Так вот, посмотрим назад. А что, собственно говоря, напомнив о своем существовании, эта земельная аристократия знаменитая себя представляет? Она представляет очень интересное новоприятие. Во-первых, у них есть центр интеграции. Это не государство. Какие государства? Это какой-нибудь там Швейцария? Ну, я вас умоляю, не смешите меня. Наш царь дал им 100 тысяч золотом для того, чтобы они развились. Так они начали спекулировать и наших же грабить. Вот мерзавцы. Нет. Земельная аристократия – это совсем другое надгосударственная организация. И, конечно, главой их, как всем хорошо известно, любой экономист вам скажет, является Папа Римский, который не то что хозяин. Он тоже назначенец, но он из их среды, и таким образом он представляет их интересы. Ну, приведу там пример попозже. Что сегодня, например, там те же самые семья Массима, который на самом деле от Максимуса, знаменитого начальника римской эпохи, тысячу лет до нашей эры. Да, они последовательно владеют землями с той поры. Вот они, собственно говоря, там у них пап было полно. Они из своей среды избирались, и они, в общем-то, в свое время учредили, по сути дела, вот эту всю папскую комарилью, поскольку, когда идея возникла, воспользоваться экспортным вариантом иудаизма, то есть христианством. Потому что неплохая идея, в аудеи ее хорошо трансформировали. Идея-то, конечно, не иудейская, как вы понимаете, а идея очень старая, которая начиналась не с аудаизма, а совсем из другого. То есть это сильно трансформированное, переделанное учение, пришедшее еще из территории сегодняшнего Ирана а-ля Вавилона, то есть еще из тех дальних. И называется это зороастризм. Но это отдельный разговор. Так вот, когда они переходили, они очень сильно вложились и организовали такой центр. И надо сказать, что они не только организовали духовный центр, а-ля Ватикан, и сами своей среды выбирали этих людей, которые решали судьбы человечества, они и стимулировали развитие науки и прогресса. Кто финансировал плавание первооткрывателей Америки? На чьи деньги плавал Америга Веспуччи? Теперь мы называем эту страну несчастной Америкой. Это все люди-выходцы из нескольких очень известных фамилий земельной аристократии. Кто ж это такие? Они не бегают непрерывно по центральным каналам нашего американского телевидения, а сидят тихо и не отсвечивают. Это семейство род Массима, которое существует уже 3000 лет, и владеет землей. Именно о них попытались наехать эти несчастные свинорыльцы в Германии и во Франции, которые являются наемными исполнителями. Именно им в морду было приказано побросать немножко короевого дерьма, чтобы они пришли в сознание и вспомнили о своем историческом месте. Это было Вичини, между прочим, очень большая семья и очень серьезная, которые в родственных отношениях с Медичей тоже финансировали и великие географические открытия, и научно-технические прогрессы. Баловичини вообще, они, так сказать, очень способные ребята. Они с середины 15 века придумали банковскую систему, банки организовали. Поэтому столько их в банковской системе, они ее контролируют уже много столетий. Кто-то о них слышал, да нет. Ну, немножко помелькал там один из Валовичини во времена развития ельциноидности в нашей стране. Он просто стал консультантом, экспертом при президенте, организовывал, собственно говоря, ту самую приватизацию, в которой все икают и тыкают пальцем в наивного Чубайса, который вместе с этим балбесом Гайдаром были использованы в качестве ширмы. На самом деле идея Валовичини. Так что да, ребята, есть силы, которые стоят над этими аттракционными с государственными конфликтами, и которые могут повлиять на развитие человечества очень сильно. Ну, я уж не говорю про Медичи, все уж книжек-то начитались, как же отравительница, тра-ля-ля-ля-ля. Кстати говоря, Медичи были учителями и наставниками Ротшильда, которые вместо Ротшильда вы теперь представляете, кто это. Ну, понятно, что есть еще и мелкие семьи, которые у нас фигурировали неоднократно. Это Дженовезе, это Гамбина. То есть это такие старые аристократические роды, которые очень сильно участвуют в различных экономических и научных процессах, которые развиваются в этой стране. Ну, и сейчас у нас что происходит? Кризис человечества. Кризис понятный. Значит, Янки и Зефир попытались вместе с своими английскими друзьями сделать ставку на искусственный интеллект. Ну, получился искусственный маразм. Наша, конечно, тут же наиболее слабоумная часть ученых подсосалась. Ну, как же мы, мы тоже впереди планеты. Клонирование. Через три дня у нас, как известно, ветеринарная академия уже тоже начнет клонировать. Холодный термоядерный синтез, построенный на ошибках физиков, тут же был подтвержден в России и в Израиле. Это ясно. Но чем больше жадных дураков, тем проще подтверждается. Короче говоря, сегодняшний кризис, он связан с тем, что эти цифровые технологии себя в общем не оправдали. Цифровизация как система контроля прекрасная, как система воздействия тоже. Ну, пример. Вот, видите, у меня. Я опять выставил лох серебристый. Тот самый, которым я обзывал наивного полу-накосонника, начальника НБ и гиберкомандования США. Ну, когда выставил его кандидатуру для опытов, чтобы снять его с должности. Ну, как вы знаете, через шесть месяцев он подал отставку. То же самое я сделал в начале января на Старый Новый год. С еще одним персонажем, рисунком. Ну, сейчас блохеры и политолухи скажут, их бы так бы его сняли. Ребятки, благодаря моему спору с одним таким лохером, я получу коробку 25-летнего коньяка. Почему? Потому что все, даже уважаемые мной экономисты, были уверены, что этот клоун, я имею в виду рисунок, досидит до конца срока. Но он оказался в такой ситуации, что ничего другого, как распустить парламент, что он сделал пару дней назад, он не мог. Но это значит, что поскольку консерваторы там нагадили вокруг себя, они мне весь сколько, что он обречен на вылет на воздушном судне. Ну, в родную Индию. И, кстати говоря, там его тещу поощрили за работу. А зятька, ее, наверное, избирают в парламент. Тоже неплохо. Он все-таки втравил Англию в такое количество неисправимых ситуаций, что его последователям на его посту разгребать, разгребать и разгребать. А уж в какие деньги это все вылится, это бесчет. Вот так что можно сказать, что Риша Сунок свою задачу выполнил. Индия существенно отомщена. Британцам отомстила вот с помощью такого засланного казачка. Ну, а теперь, значит, почему я об этом, обо всем рассказываю. Ведь всегда же интересно, что там профессор вредный. К чему подводит? А подвожу я к очень простой вещи. А вот представьте себе. Гипотетически, как обычно. Вы знаете, я не люблю конкретики в таких делах. Особенно, когда они не свершились еще. Представьте себе, что какой-нибудь из этих семей, там, было вичине, у которых в руках денег и власти больше, чем у большинства. Крупных олигархических групп. Ну, потому что олигархические группы, например, в нашей стране, было вичине и делали для того, чтобы ими было проще управлять. То есть, это такие клоуны. Семибанкирщины. Ну, просто анекдот. Когда все происходило, это вызывало у меня гомерический хохот. Ну, вот вичине сидит консультант Мельцин, а у нас все кричат, гады, семибанкирщины. Такое впечатление, что это праздник слабоумия был. Ну, ладно, это в прошлом. Так вот, представим себе, что какие-то такие вот злые люди, то есть земельная аристократия, наиболее умные из них, вдруг решили немножко поправить эволюцию человечества. Ну, так, чтобы было поинтереснее жить и для того, чтобы человечество развивалось. Кстати говоря, напоминаю, на Земле уже земли мало, каламбурчик, как вы понимаете. Почти все уже разобрано. А в космосе Земли много. Там целые планеты. Торгуйся, осваивай, не хочу. Но для этого надо избавить планету от идиотов. К сожалению, их очень много. Это вижу, например, по комментариям к моим роликам о фотографии. То есть уровень безграмотности где-то достигает школьников пятого класса. Хотя пишут взрослые дяди. Вот этих вот чудиков, конечно, кормить никто не хочет. И запустить механизм искусственного отбора таким вот семям, которые хорошо обеспечены, не испытывают проблем довольно легко. Ну, например, серебральный сортинг связан с технологией построения томографической системы и отбора, так сказать, людей, способных к определенной деятельности. Они представляют интерес, а другие нет. Других надо кормить, поить, стимулировать размножение, чтобы они побольше производили себе потом, в том из них выбирать. Но можно делать немножко не так. И вот представьте себе, что, ну, не томографическая система, а та, что у нас сейчас разрабатывается, в том числе с моим участием, имеется в виду система прижизненного анализа, произвольного мышления, выявления способности к произвольному мышлению. То есть, ну, отбор умных от дураков, если уж совсем по-простому. И они возьмут, да и вложатся. А может быть, уже и вложились. И коварный профессор просто издевается над вами. Может быть. Ответа на этот вопрос нет. И тогда вот эта система запущенная, она очень быстро приведет к тому, что потребуется следующий этап, о котором я часто говорю и буду еще много говорить. Процесс самоорганизации. То есть, во-первых, управляемый эволюционный процесс. Я это рассказывал в ролике. Шарик в канавке. Очень милое событие. Я думаю, все бы все поняли. Только где канавки и кто там песчинки подкладывает, это вопрос. На него тоже ответа не дам. То есть, и в какую лунку-то мы хотим загнать это самое эволюционирующее человечество. Вот такие, как Массима, Баловичини, Медичи, Гамбина, Дженовезе. Они могут, кстати говоря, у них ресурсов-то полно. Такую машинку запустить. И ни один чиновник не будет ничего знать. До тех пор, пока не придет однажды утром на работу, достанет из портфеля своего кожаного от Гуччи мыло и веревку и поймет, что это единственный правильный выход. Вот так, ребята. Тем более, мой печальный опыт предполагает именно такое развитие событий, потому что некоторым сегодняшним фигурантам всяких историй в Министерстве обороны я лично передавал проекты, которые бы могли избавить нас от лишних трупов и лишних проблем. Но, да нет и суда нет. Поэтому, если фантазировать о перспективах науки, то совершенно ясно, что никакие не искусственные интеллекты, никакие частные мелкие интересы сегодняшней псевдонауки и псевдоученых, которые там имеют право решать, куда нам двигаться, будут определять наше будущее. Я думаю, что скоро, учитывая безобразие, которое творится вокруг нас, в действие вступит более тяжелая артиллерия, а именно, не сами, конечно, а через подставных лиц и заинтересованных граждан вступятся настоящие, реальные люди, которые контролируют большую часть событий на этой планете. И, к сожалению, тогда могут возникнуть всякие сложности у сегодняшних хипстеров, наемных балбесов, недоучек, псевдополитиков, псевдоученых и прочих. Так что, уважаемые слушатели, совершенствуйтесь. У вас есть шанс пригодиться в новом будущем человечества, которое уже не загорает. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok